И еще об одной весенней опасности. По данным Роспотребнадзора, более 52 тысяч человек уже обратились в медучреждение после укуса клеща. И это только за последние два месяца. С каждым днем число пострадавших растет, поэтому мы задались вопросом, что знают люберчане о клещах и как будут действовать в случае укуса. Прямо сейчас рубрика «Свободный микрофон». Клещ – маленький и очень опасный паразит. Его невозможно увидеть в траве. Яд клеща вызывает не только онемение конечностей, но и летальный исход у человека. А давайте узнаем у люберчан, что они знают о клещах и мерах профилактики. И что они делают, если все-таки паразит их укусил. Что вы знаете о клещах? Ой, за полно этих клещей везде лазят они. Все собаки покусаны у меня этими клещами. То, что они опасны очень, переносят болезни. Но если укусит, то это плохо. Опасны, нежелательно бы, чтобы они кусали нас. В Подмосковье их очень много, но они впиваются в кожу людей и пьют кровь. Как вы думаете, почему они опасны? Ну, вообще, во-первых, клещевой энцефалит – очень страшная болезнь. Можно остаться, особенно ребенку, инвалидом на всю жизнь. Ну, заболевания энцефалитные бывают клещи, инфекции, кровь попадает при укусе клеща. Они могут переносить себе болезни. Я не помню, какие там. Они опасны для жизни. Если они укусят человека, то человек может умереть от яда. Какие меры нужно предпринимать, чтобы обезопасить себя от укуса? Да никакие меры не помогут. Они все равно кусают. Ну, наверное, вот ходить в одежде, как я в такой, и меньше по лесу гулять. Есть сейчас всякие средства для опрыскивания себя, чтобы клещи не нападали на нас. Скажите, вас когда-нибудь кусал клещ? Нет, бог миловал. Наверное, потому что я очень редко ходил в лес. Пытался укусить, и я его выдернул сразу. Пару раз кусал. Ну, как-то проблем не было. Что нужно делать, если вас укусил клещ? Нужно обратиться к врачу. Есть такой метод. Делается петелька из шелковой нитки. Потихонечку его затягивается. И методом выкручивания потихонечку надо извлечь этого клеща. Но так, чтобы головка не осталась внутри. Меня вытаскивали клеща маслом, мазали щипцы и вытаскивали. Когда один раз ногтем, один раз иголкой. Ну, потом, как обычно, поплевал, потер, да дальше пошел. Как показывает опрос, большинство предпринимают неправильное действие по удалению клеща. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. При обнаружении паразита нужно в срочном порядке обратиться к врачу. Мария Кузьмичева, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий. Продолжение следует...